Ребят, привет! Не все видели это видео в перископе. Сейчас кусочек его включим. Это не как у нас обычно, местные люди. Мы же как бы действуем не только в видосиках. Полиция что-то не особо реагирует пока. Мы действуем же не только в видосиках, мы действуем еще вот так, что мы ходим пешочком, никакие видео лишние не снимаем. Да, живая. Еще живая, ребят. Но пытаются надавить толпой людей на весь этот зал. А вы вообще кто? А вы кто? Давай в судебном порядке он вызвал ребят. Милиция разбиралась. Они отжали. Отжали? Представляете, как это выглядит? А давайте не вы будете. Хотелось бы рассказать немного, что происходит. Немного истории из нашей повседневной жизни вам немножко дать. Что это за перископ? К чему он был? Почему такой? Секунду. Грубо говоря, буквально вчера столкнулись с криминалитетом у нас местным. Длинная история. Мы, пожалуй, начнем с репортажа, который был на нашем местном телеканале «Мой город». Недавно будничное утро управляющего фитнес-центром в Кемерове началось с неплановой физической разминки. Только вместо гантелей ему пришлось упражняться с автоматом и грузчиками, которые выносили из его спортивного зала дорогостоящие оборудования в неизвестном направлении. Узнал чисто случайно. Мне позвонил мой инструктор, который работает непосредственно в фитнес-зале. Позвонила мне утром рано, сказала, что зал разграбливает, выносит оборудование и все. Я недолго думаю, оделся и приехал сюда. Вызвал полицию. У меня был с собой охолощенный автомат. Воспользоваться им не удалось, потому что он заклинил. Дениса уложили на пол сотрудники ЧОПа, прибывшие на место раньше стражей порядка. К тому времени тонны оборудования, гантели и грифы уже вынесли со второго этажа нежилого здания десятки грузчиков. Полицейские обращения предприниматели зафиксировали и опечатали оставшиеся тренажеры. По словам Денисова, экспроприацию из зала организовал его бывший партнер. Ну, я не знаю, чем руководствуются люди в таких ситуациях, потому что есть вполне законные способы, это правовые способы. Так раньше делали в начале 2000-х. Чтобы зал продолжил работать, в него завезли другие тренажеры. Правда, во время незаконной транспортировки часть оставшегося оборудования повредили. В частности, беговые дорожки, восстановить которые будет сложно. Тем временем, бывший партнер Денисова Олег Ситников утверждает, что это он жертва и не скрывает своего отношения к экс-коллеге. Пять лет он у меня работал, как бы. Месяц назад он позвал меня на встречу и сказал, что он забирает у меня три клуба, ну, без объяснения причины практически, там, вместе с оборудованием. Он поставил меня перед фактом. И я пытался вывести оборудование, имея документы на руках, да. Удалось, часть милиции приехала, все это остановила. После разговора с Олегом в нашу редакцию поступил шквал звонков от управляющих разными клубами, к которым он имеет отношения. Все они негодовали по поводу сложившейся ситуации. Одна из неравнодушных женщин встретилась с нашей съемочной группой. С моей точки зрения, человек воспользовался доверием Олега, тем, что общались давно. Олег ему настолько доверял, что часть имущества он оформил на Дениса. Ну, в общем-то, чтобы было, наверное, недальновидно. То есть, Денис воспользовался этой ситуацией, просто решил присвоить оборудование себе. Разбираться стражи порядка намерены недолго. И считают, чтобы решить конфликт, нужно идти в суд. Юристы уверены, это единственный верный способ добиться справедливости. Если следует обвинение одного, так сказать, партнера о том, что он действует себя неправомерным каким-то способом, методом, то, естественно, если мы ведем речь о бизнесе, то способ для рассмотрения и решения этого конфликта – это однозначный арбитражный суд. К сожалению, это не редкость. Это когда люди очень слабо разбираются в праве и думают, что они, например, могут выселить арендатора просто так на улицу. И если, например, арендатор им задолжал, то можно у него прийти там забрать ксерокс или двери заварить опять-таки. Либо пытаться там товар, который приходит к нему арестовать, как им кажется, поместить там в свое какое-то помещение и сказать, «Вы-то его выкупай». То есть это все разновидности неправомерного поведения и это не способ самозащиты права, это как раз его превышение. Тем временем, обвиняя Денисова в непорядочности, его партнер рассказывает о том, что оформить оборудование на постороннего человека его подвигли определенные причины. Я с 90-х годов в бизнесе. У меня есть определенные моменты, по которым я не могу, например, оформить на себя. Это понятно всем людям, которые так иначе бизнесом занимаются. Это не связано с вашими какими-то долгами по линии ФССП, нет? Там какие-то были, но сейчас нет этих долгов. Однако банк данных исполнительных производств содержит информацию о задолженности. Оконченное производство или нет на сайте не указано, но приставы утверждают, не все долги погашены, да и найти его они якобы не могут. В отношении данного гражданина на исполнении находилось три исполнительных производства в пользу кредитных организаций. Сумма задолженностью более 800 тысяч рублей. В рамках данного исполнительного производства в ходе совершения исполнительных действий установлено, что имущество, подлежащее акту ПСА, отсутствует у данного гражданина. По адресу пристав исполнителя выходил, то есть указанному в исполнительном документе, должник у нас по данному адресу не проживает. Однозначных выводов в этой истории делать нельзя. Во всех обстоятельствах произошедшего должны разобраться компетентные органы. Но любители здорового образа жизни могут упрекнуть стороны конфликта лишь в неспортивном поведении. Дмитрий Белькевич, Алексей Зайцев, Константин Червяков. Новости моего города. Кайфовый репортаж на самом деле. Вот местные СМИ, они не федеральные. Что хотим сказать. Дениска, насколько вы знаете, из прошлых наших видео, наш друг, вот это все, что началось, оно уже началось у них с 19-го числа. Вся эта дележка происходила. Мы не лезли с нашими видео вообще ни в каком варианте, потому что это выглядело бы с нашей стороны глупо. По какой причине? Потому что идет имущественный спор, так как они были два партнера. Ну, а так как братья и поддерживать в данной ситуации своего друга, все бы написали, вот вы поддерживаете специально, чтобы надавить на того человека, у которого идет имущественный спор. И все это перешло в тот ключ, что началось правовое, в принципе, разбирательство с милиционерами и со всеми делами. Это, кстати, был тот клуб, в котором я проводил бой Тритон и которым уже Денис руководит, можно сказать, целую вечность с момента его основания. Субтитры сделал DimaTorzok потеряли все в один момент вот тренажеры все мои чем не провоцируешь что-ли я спрошу когда я не провоцирую я спрошу как зовут не провоцируешь на что провоцирует я хочу познакомиться с кем разговаривать я не веду себя очень есть вообще не нормальное а у тебя есть мужское сказать кто-то вот и все мы туда ребят чё где низкие то приходили мы вот кстати за эти моменты и переживали дениска один на него вот этот человек который его коллега партнер ситников которого кстати мы тоже знаем мы вам покажем видео он сам говорит что нас уважает там то что мы за честность за справедливость уже вы же боретесь за правду за счет ребят у вас скрываете весь этот мир это человек вор вы это прекрасно знаете зачем вы ему помогать я очень уважаю вас за смелость за вашу ну как бы деятельность если это конечно немного пафосно звучит но да за честность и справедливость за решение вопросов в правовом поле мы всегда за это и вот то что происходило все эти дни да это было более-менее правовое поле то что он первый раз в зал дениса вторгся и стал вывозить его имущество это было нехорошо но этот вывоз остановили правда не полностью а второй раз когда вот вчера полностью имущество было отписано денису на ответственное хранение ребят смотрите сейчас мои имущество выкидывают и забирают а это имущество описанное на мне и они должны отправиться в арбитражный суд кстати как в этом сквенты в этом интервью сказал адвокат регион сервиса то что это решается в арбитражном порядке начались вот эти вот рейдерские херни с каким-то подъездом криминалитета я снимаю я опасаюсь за свою жизнь приехала полиция она уже здесь совсем разобралась по настройку мы хотим что в порядке на ровную разобралась что вы хотите вы хотите здесь как-то на пальцах проблему решать на пальцах проблем но зачем вы это делаете зачем вы здесь какое-то движение наводите полиция уже давно совсем разобралась что вы хотите а спрашивать все решено мы решаем правовом поле а здесь что пойдем на пальцах мы не хотим пойдем подышим мы не хотим как мы культурно но культурно это вы сюда зашли и начали бы кого вы че думали о джейли бизнес культурно с интерес к вы такими что вы такие что мы вам объясняли мы есть полиция полиция лица кто такие я же тебе говорю доверенные лица ты не имеешь отношения к делу так же как и эти ребята я имею к этому коллегу славычу дело андрей имеют люди имеют вот опять же мы сторона с точки зрения вот этого конфликта заинтересованная поэтому смотрите как я вижу ситуацию самого начала лично я вижу стать я могу быть не прав потому что меня там не было но ребят я вот вижу и ничего с этим не поделать сетников господин уже давненько занимается бизнесом так или иначе связанным спорт очень давно у него когда-то давно были магазин я не знаю их название это неважно и какой-то один захудал из зал в кировска ну и в один как-то прекрасный день они познакомились дениска и на почве кстати религиозных убеждений потому что алекситников вот у нас даже слух по кемеров ходит что он такой глубоко верующий человек но блин буквально вчера из-за его глубокой веры нам чуть всем головы не пооткручивали представители криминалитета ребят здесь прям большой наряд нужен здесь прям серьезная ситуация разворачивается мне короче догоняли знаешь я бегу перескоплю мне сзади кто-то по телефону выбивает его телефон полетел представляешь ну такая вера у человека ну ну да ладно ну не почему не криминалитета ребят это голословно но достаточно приехали ребята такие которые начали оскорблять и пытаться выводить на вот конфликт чтобы он перешел в финна физический уровень а их было больше это было бы им выгодно но и мы им не позволили это сделать смотрите дальше какая ситуация решили они ну скажем так создавать империю спортивную империю империю спортивных зал решили вместе с денисом вот олег и денис все это началось с них двоих конечно эта империя которая у нас сейчас распространилась по городу кемерово там у олега этих залов там у него клубы пластилин гт о штук 15 там я не знаю сколько у него много залов то есть он то он создал эту империю но прикол знаете в чем империя конечно принадлежит олегу носить никого но кусочек этой империи в частности вот зал на ленинградском 16 создал денис это денис здесь не какой-то администратор или вольно-наемный человек это человек который был с самого начала кстати тот зал который был без дениса нужно давно благополучно загнулся у олега конфликт у них зарождался уже давным-давно почему конфликт зарождался опять с моей точки зрения исключительно с моей точки зрения олег такой человек ну такой волевой потому что ну создать тут конечно в федеральных масштабах это империя небольшая но в масштабах города она очень серьезно нужно иметь не какой-то стержи без него никуда который у олега был и как мы вчера убедились он имеется но такой уже достаточно непонятный так вот этот стержень ребятки знаете начал маленчика не в ту сторону уходить то есть раньше возможно а точнее скорее всего слово олега весело очень прилично иначе бы он не создал то что имеет а потом постепенно в силу разных обстоятельств а про которые мы вам говорить не будем потому что опять же это не наше дело слово олега что-то все падало падало и падало это достаточно голосно но от себя я могу добавить когда у нас когда первый раз олег приехал и начал вывозить тренажеры с ленинградского он при мне сказал что готов решать этот вопрос готов разговаривать с денисом чего потом в дальнейшем не последовало из чего я могу сделать вывод что слово олега она уже как-то такой достаточно плавающий потому что он сказал я готов разговаривать с денисом я готов решать эту проблему но никто эту проблему в итоге не решал и обратите кстати внимание на вот этот репортаж с моей точки зрения человек воспользовался доверием олега там где не сам стоит и отвечает на вопросы респондент а олег ситников максимум что мог себе позволить разговаривать по телефону и какая-то женщина плюс сейчас мне сейчас вы скажете ну нафиг это интервью давать корреспондент так понимаете олег ведет себя не только вот в рамках сми так он ведет себя и также в жизни если какая-то проблема возникает он начинает посылать разных людей вот как это сделать из и тиньков например когда послал вот эту валерию кто она там как они тоже получилось так что мы раскладывая все на юридические кирпичи попали собственно видимо как я понимаю в волну когда вас поддерживает государство лидинка володина который сейчас делает целый законопроект пакет законодательства ну серьезная достаточно должность у него в тиньков банке это неправильно плюс вчера он натащил туда своих друзей в принципе какие проблемы мы с дениска это посидим когда уже денису отписали все оборудование сказали что денис может это вывозить оборудование потому что там еще в этой во все ситуации марьера замешана марьера всячески подмахивают олегу то что она заключила договор и попросила дениса съехать с этого помещения денису экстренно пришлось искать новое помещение эти тренажеры ему отписала милиция он захотел их вывести когда он захотел их вывести уже олег видимо не стал сам справляться она пригласил туда определенных людей с которыми да нам пришлось там стоять и втроем разговаривать смотреть как если кто здесь прав кто здесь виноват там олег или денис это решать суду арбитражному здесь это не наши не наше дело не ваше дело не наше это их сугубо дело но и но мы там стояли чтобы не начался мордобой чтобы вообще туда не подъехали всякие чуваки которые начали бы на дениса давить эй слышь ты ты охуел что ли я имею к этому олегу смыслов очень дело андрей имеют люди имеют чего мы там ждали для чего мы там присутствовали это и подъехал и вот это уже конкретно со стороны олега большой вопрос сидим мы в зале значит какая ситуация приехал полиция мы там проторчали весь день и все это имущество которое там было в зале полиция отписала денису денис написал расписку участковому насколько я помню и участковый благополучно свалил все полиция приехала и сказала уважаемый денис да это твои тренажеры у ази там стояла грузовая машина которые перекрыли проезд сидим мы сидим сидим мы думаем как эту машину убрать как уже начать перевозить тренажеры потому что время уже восемь часов и уже это достаточно все надоело мы уже начали с мишей веселиться катать блины включили музыку начали сочинять зарисовки персонаж такой олег ситников он кстати у нас появится в обзорчиках дальнейшем олег еще такой подходит я сначала не понял но он такой подходит к нам и говорит я типа чего вам весело говорим ну да вроде олег весело это потом до меня дошло когда началась эта делюка что это была некая угроза такая очень завалированная которую только я под это через несколько часов понял почему это угроза потому что потом от олега поступал угроз очень много когда завалили вот эти вот эти все ребята в количестве там я не знаю ну десятки их человек эти ребята достаточно нелицеприятные потому что когда мы сидели в зале было все охеренно но когда зашли их первые два человека знаете такое ощущение вот кстати они находки есть когда зашли эти два человека такое ощущение что вот в роднике запустилось какое-то болото поверь его чернуха мы сразу поняли да олег глубоко верующий человек ну слухи же такие ходят вся эта чернуха в его будет залы ходить пластилин который а понимать а сейчас олег еще ходит и говорит что денис вор и рейдер все знают и знают что это мой бизнес а вы воры я заявляю что этот человек вор он у меня украл это ты понимаешь что это серьезное обвинение вот он вот так берет и обвиняет он на нашего и он на нашего адвоката сказал что ты рейдер более большой вопрос нас там присутствовало три человека и юрист и вот это вся чернуха которая потом забежала и начала угрожать это как называется олег ты зачем направил это чернуху и после этого ты имеешь право говорить по городу что денис какой-то вор олег и все это чернухи мы сейчас видим которые между прочим продолжает угрожать через каких-то общих знакомых что-то какими-то адресами стало интересоваться показывает ли что то что чернухой занимаешься конкретной ты вот олег чем произойдет спрос будет с тебя мы заметь не записывали видео не записывали когда вы с денисом разбирались мы там максимум тот спрашиваю мы там стояли мы там стояли чтобы денису не разбили ебало вот эти люди с которыми там лёша разговаривал телесными а потом доказываю чисто для этого мы там стояли а ты развел такую чернуху и ходишь всем своим управляющим говоришь какой-то молодец какой-то олег нахрен молодец когда ты криминал подтягиваешь какой-то молодец когда ты подтягиваешь там спортсменов чтобы они занимались делами непонятными угрозами и так далее это нормально олег считается ты же уважаешь вроде я очень уважаю вас за смелость за вашу ну как бы деть или не уважаешь уже вы ребят кстати вот там один говорит эти слышно и что мы такие ты запиши видео расскажи кто ты такой твое ведь видео попросили ему фамилию расскажи на видео расскажи что провоцирует я хочу познакомиться с кем разговариваю я не веду себя что у него очень есть вообще не нормальное а у тебя есть мужской сказать кто-то вот и все а мы я всем остальным расскажем чтоб все знали кто вы такие чтоб вас все боялись и обсирались то есть когда вы приходите куда-то например чей-то бизнес забирать топа не сразу понимали кого там обосраться я все понимаю ребята олег денис вы решайте вот в арбитражном порядке там еще к марии ра большие вопросы которые уже все здания через различные ложки поскупала в городе кемерово но это оценочное суждение и арендатором двигает свои условия и там блять такой сговор происходит и один денис плохой не хотели ничего записывать но сколько можно но с этой глубокой истории я еще раз повторяю пускай суд разбирается а смотрите какая сейчас ситуация зала там начал конкретно вот этот братишка и а потом после него много людей начали нам всем угрожать и теперь ездят за нами какие-то машины с непонятной целью и интересы такие знаете через знакомых хочу там так где как как живут в общем как это бывает каждый раз каждый раз в принципе одна и та же схема и все это ребят учинил человек глубокой веры я вам еще раз повторяю но во всяком случае все так думают вот вы ребята когда в кемерово кемеровчане наши подписчики захотите ходить в эти залы пластилин в гто вы знаете что ими руководит человек коту который сгоняет чернуху то есть ребята а это опять же если вы что-нибудь такое сделаете ну-ка тут что совсем олегу не понравится он позвонит определенным лицам и вас будут очень серьезно кошмарить но это мы на личном опыте сейчас убеждаемся вот вот такой вот великолепный старичок ну мы ждем развития событий после этого видео и запишем еще и видит нельзя поминать в суе видит вся эта ситуация что не хотели мы видео записывать пока вот эта херня не произошла дико помимо угроз кстати там один из карифанов олега ударил и притом даже несколько раз насколько я понял маму дениса то есть представляете залетает такая группа в несколько десятков человек идут оскорбления и идут ну знаете такая подача вы тут и бать то и бать то когда подходишь к этому человеку спрашиваешь а ты собственно кто будь любезен назови себя он затыкается и после того как затыкается начинает там где-то с лестницы угроз какие-то дать тебя в жопу выебал и тебя в жопу выебал дорогой я тебе ничего такого не говорил я к тебе не приходил никакие угрозы в твою сторону не поступали с моей стороны понимаешь какая ситуация если ну совсем какая какой-то клин произойдет ты с такими словами базар не вывезешь потому что меня спрашивают а ты чё типа знаешь как она по понятиям то что вы хотите а спрашивать все решено мы за сюда зашли в язву на пальцах решается зачем нам это знать нет брата не знаю я знаю как она по-человечески по чести и зачем было бить маму Дениса это вообще что это чё за беспредел Денис там ходит ёпта а их там двадцать тридцать человек и они только ждут когда какие-то действия мы совершим в их сторону и постоянно провоцируют и ебут мамок и все что только они там не делали ребята вот такие вот дела мы перископ почему запустили потому что когда завалилась эта топа полиция еще не приехал полиция уехала 10 раз уехала приехала и это был тот период когда не было полиции и вот залетели эти быки и начали что-то там спрашивать и олег такой стоит и знаете говорит чё вы здесь как бы никуда в эти тренажеры не вывезете мне собственно плевать что там полиция вам отписала я вообще на эти правовые пути срать хотел если эти правовые пути что-то как-то мне не доставлять я звоню нужным людям и они решают мои вопросы но в конце концов вот сейчас нам поступают поступали там угрозы машины ездят ищет научу нас убивать будете потому что мы никуда не денемся потому что у нас тоже есть принципы и мы с ними поступаться ребят не намерены знаете почему не я не буду здесь голосовать я вам расскажу почему потому что когда началась эта делюга с тиньковым народ встал на нашу сторону собственно это вся ситуация но она еще не закончилась мы об этом расскажем но пока она протекает достаточно гладко только благодаря людям потому что люди видят что мы со своими принципами чуть и как-то не поступаемся поступимся со своими принципами скажем Денис пошел ты нахер разбирайся сами сам с этим олегом с этим криминальным авторитетом люди скажут чё да пошли вы нахер а если люди вам говорят да пошли вы нахер это сродни приговору вот ситуация недавняя ситуация с улюхаевым быстро бывший министр экономического развития вроде как там сейчас у него но почитать я не буду вам рассказывать он что сказал ребята жизнь приблизительно расскажу потому что дословно не помню жизнь такая штука когда у тебя все хорошо ты на людей плюешь но когда у тебя начинается жопа ты про людей вспоминаешь и я вот слово даю это его слова что всю оставшуюся жизнь я посвящу помощи людям представляете бывший министр экономического развития один из высших чинов говорит все я устану людей срать потому что меня за жопу взяли что-то оказывается людям то надо помогать и они тебе помогут не это все мы опять же вытаскивать не хотели если бы не вот этот братишка например который всех тут нас в частности больше всего меня пообещал в жопу выебать а знаете почему пообещал потому что у нас с ним состоялся диалог по окончании которого он закрыл свой рот и потом начал там где-то с лестницы что-то кричать а чувства мне не кричал когда мы с конструктив если ты не боишься ничего если ты как как ты сказал ты потом узнаешь кто почему потом почему ты боишься публичности дорогой ты же ничего не боишься но боишься что а тебе узнать ты что когда тебя будет каждый прохожий знать не будешь уже таким крутым почему я с тобой не пошел и не вышел потому что я не веду диалог когда за твои слова отвечать не придется мне так неинтересно извини я разговариваю только тогда когда зама я за свои слова буду отвечать отвечать я буду в том случае если мои слова кто-то услышит понял поэтому ты сейчас бегаешь ищешь меня для чего ты сам понимаешь потому что знаете жизнь такая штука когда грань такая проходит когда деньги ничего не решает и каен твой кстати и каен твой черный с номером пока не будем говорить но есть и повыше планочка знаете наверное самое высокое когда даже не то что деньги не решают да уже не решают не знакомые не должность не твои достижения не решает ничего вот есть только твое слово и есть слово оппонента если он есть вообще если этот не оппонент не у тебя в башке но это самая высшая вот такая грань и что хотелось бы сказать вот с таким словом братан как у тебя тебя жизнь раздавит асфальт асфальт